К другим темам. Омск оказался завален снегом. В этом винят не только погоду, но и коммунальные службы. На дорогах снежные заносы, дворы многоэтажек в сугробах, в частном секторе они с человеческий рост, а значит весной жилье мечей опять затопит. Кто и куда должен вывозить снег с городских улиц и как это делают, на самом деле выясняла Ольга Качкурова. Аномально ранняя зима этого года, снег выпал в регионе 6 октября, стало и рекордно аварийной. За октябрь и ноябрь произошло около тысячи аварий. 41 человек погиб и больше тысячи пострадало. Практически каждое второе столкновение связано с плохим содержанием дорог. Полосы для движения сужаются из-за неубранного снега, и места для маневра у водителей становится меньше. Согласно ГОСТу, ширина полосы на городских дорогах не должна быть уже 3,5 метров. К началу календарной зимы нормам не соответствует большинство магистралей. На неочищенной от снега дороге водители интуитивно стараются держаться подальше от снежного вала вдоль обочины, считая этот участок самым опасным. Однако инструкторы экстремального вождения утверждают, бояться надо рыхлого снега посреди проезжей части. Попавшее сюда колесо, как говорят эксперты, закусывает. Оно начинает пробуксовывать, и машину может закрутить и отбросить на встречную полосу. Заснеженные дороги опасны и для пешеходов. Прошлой зимой на улице Омской под колесами пассажирской газели погиб 11-летний мальчик. Поскользнулся на неочищенном тротуаре. Снежный вал, остающийся после работы тяжелой техники, у остановок и на поворотах во дворы, дорожники отбивают вручную. Малогабаритных снегоуборщиков для этого не выделяют. Они нагребут, как со всей дороги. Здесь вал гребня снега получается, и приходится выходить, потом чистить его самим. Иначе весной дома людей может попросту затопить. В таких случаях чиновники помогать не обязаны. В период особенно резкого оттаяния у нас идет подтопление. И потом уже начинаются звонки, вывезете снег, откачаете нам воду, да мы понесли тот ущерб. Хотя в 45-м решении конкретно прописано, что собственники жилья обязаны осуществлять эту деятельность самостоятельно. Из 500 тысяч кубометров снега на омских снегоотвалах всего 20-30 тысяч кубометров привозят частники. В местах продажи талонов на вывоз снега, без которых грузовики на полигон не примут, ни одного клиента. Очень редко частный сектор приобретает. То есть, может быть, у кого-то или снега много, или материальное положение получше. Вывоз одного кубометра снега обойдется в 40 рублей. Если заказать грузовик в управлении дорожного хозяйства, придется заплатить за транспортные расходы – 2500. Это если снега немного и везти недалеко. Порядка 9 тысяч будет стоить три часа работы спецтехники в частной компании. Чтобы сэкономить, снег сваливают где придется. Например, на пустырях возле строительных площадок. Или как в Амурском поселке, прямо на детской площадке. Вот это вот дерево, вот это вот, прям, я не знаю, если ребенок в ту сторону полезет, упадет, конечно, неприятно. Ну, или с коляской, с санками с этой стороны не подобраться. Штраф за такое нарушение доходит до 200 тысяч рублей. Но вот поймать нарушителя – сложно. А вывозить этот снег в итоге придется коммунальщикам. Решить традиционную зимнюю проблему власти планируют, закупив еще 62 уборочные машины. Ольга Качкрова и Александр Лысак. Омск здесь.